Всем привет, бонжур, хэллоу! Официально канадская весна началась. Не верите? А вот, смотрите, смотрите. О-о-о, смотрите! Летят утки. Летят утки. Летят утки. И пока гуси летят, доложим быстренько, самое главное, за март. Ну что, поехали? Начнем с хороших новостей. Эй, да все вроде неплохие. Вышла в свет первая вертикальная 10-долларовая купюра и первая не королевская особа, напечатанная на ней. На купюре изображена Виола Десман как символ борьбы за гражданские права в Канаде. Не забудьте похвастаться, если вам попадется купюра. Еще новость, за время пока не виделись. Ну как новость? Старость, древность, предсказуемость, стабильность, коррупция, воровство и вранье. Россия выбрала прежнего. Монреальцы оригинальностью не отличились и отдали 727 голосов, сами знаете за кого. А вот на вокзалах и в аэропорту аншлага отъезжающих почему-то не было. Хм? Это совершенно не связанные между собой новости и события. Но в Костка пользуются популярностью продовольственные наборы, чтобы пережить ядерную войну. Там все рассчитано по калориям на семью из четырех человек и гарантирует выживаемость на год. А вот бункер не прилагается. Выпускают, кстати, давненько, с 2010 года. Да и стоит, а всего ничего, 6000 долларов. И еще наверняка слышали, что открываются в Монреале приюты для алкозависимых. Там и кров, и стол, и 150 грамм винища в день, чтобы... Не-не-не, помочь людям встать на ноги и начать новую жизнь. Все это было бы смешно, пока некий чел в одно прекрасное утро не пошел в приют для животных. Там, вытирая глаза от слез, он приютил милейшую свинюшку, мини-пига. Свинюшечку крошечную. А дома вдруг захотелось шашлычка, и он ее съел. А что с ним делать? Ведь нет ему наказания по канадским законам. А понять и простить невозможно. Медиаагентство Асеринфо. Разработка стратегий, макета, печать. Реклама на общественных экранах. Всегда поможем. Онлайн и офлайн. И еще одна новость. Открывается факультет магии в Оттавском университете. 90-е, привет! Магические палочки, терепортации. Все, как мы любим. Если серьезно, то есть места для обучения, которые полезны по-настоящему. В минутах от метро Бабьен расположен Размон Технологий Центр. И тут вас поджидает профессия, 100% трудоустройство, ну и дальше счастье. И все бесплатно. То есть фри. У нас много учеников с учениками, которые могут учиться студентам, это очень замечательно. Я думаю, что мы успешны только если школа скажет, что студенты получают работу. Это наш обine. Они приходят сюда, мы хотим их вон и вон. Пригорь в, участвуй в торговле, в любом случае это будет. И получите работу. Мы успешны только если студенты находят работу, и мы помогаем их найти работу. Среди работодателей, а колледж сотрудничает с бомбардье и авиакомпаниями, высоко ценится уровень подготовки студентов и особенно то, что кроме теории много и практики на технике последнего слова. Будь то четырехцветный принтер, агрегат по компьютерной резке из стали, дерева и даже стекла. К примеру, одна такая супермашина стоит 900 тысяч долларов, есть и за пять. Такая техника только здесь и в Калгари. А зарплата специалистов по работе с этой машиной 38 долларов в час. В колледже Размон Технологий Центр около 10 факультетов, где обучают современным актуальным специальностям. Будь то график дизайн, принтинг, методы обработки на станках, мебельное производство. Пользуются спросом и, казалось бы, мужские специальности, как обработка мебели, где учат не только работать руками, но и реставрировать мебель в разных стилях. Обучение на английском языке, занятия ежедневно, что помогает студентам и специальность освоить, и язык подтянуть. Обучение полностью бесплатное, и к тому же выплачивается стипендия, и можно взять кредит. Есть, в принципе, коллектив хороший, если есть какие-то вопросы, всегда можешь подойти, узнать. Нет ничего, никаких поборов абсолютно, даже дневники раздали нам бесплатно. И еще нужная информация. Занятия начинаются по мере комплектации групп, так что первое сентября ждать не надо, надо брать. Ну а на сладкое в нашей программе, да, угадали, Лига Смеха. И если вы не были на концерте, то вот наш скромный пересказ. А пересказывать чужие шутки, как известно, дело неблагодарное, тем паче, что вся Северная Америка запостила. Поэтому смотрите Лигу Смеха в фрагментах и сами делайте общую картину. Надеюсь, что мы привезли хорошую погоду. Ну весной все равно всегда атмосфера хорошая, общая. Ну вот, надеюсь. Ну если у вас вот это тепло, то я вас поздравляю. Тем временем ответственные лиговцы репетировали в коридоре. Вот, мы сидим, готовимся, мы молодцы. Мы счастливы! Лига Звезд, Лига Наций, Лига Грезд, Лига Папарацци. Лига Звезд, Лига Наций, Лига Грезд, Лига Папарацци. Лига президентов, Лига Лига Наций, еще Северный и Эрфиналик. Лига Звезд! Вечер вечером, когда мы приехали, нас пригласили в французский ресторан «Потребов». Лига Папарацци. Лига Папарацци. Лига Папарацци. И было для вкусной. Поздравляю, шикарное выступление. Женя Папарацци. Я как крыш на теле планеты, чую выдавят скоро меня. Все вокруг унижают и брешут. Я запутался в назвanken судьбе, эх пойду и спортзалит повешусь. Полетить силу occurred. Смотрите нас везде. В Фейсбуке, в Ютьюбе, в компьютере, в лаптопе, в телефоне, в микроволновке и в утюге. Большая просьба, подписывайтесь. И новиночка на странице бизнес-визитка. Там есть специальная кнопочка, чтобы поддержать наш энтузиазм. Всего доброго, спасибо, что были с нами. Всего доброго, увидимся. А пока включаем весну. Я иду по улице, словно чумачечи. От весны и от любви я потерял до речи. Ведь сегодня ночью не вернемся мы домой. Как же замечательно, что снова к нам с тобой. Пришла и оторвала голову нам. Чумачечая весна и нам не до сна. И от любви схожу я с ума. Чумачечая весна. Чумачечая. Чумачечая весна пришла и крышу нас с тобой скисла. Чумачечая весна пришла. Субтитры сделал DimaTorzok